МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казахстан расширяет торговлю на мировом рынке. Власти планируют открыть свои представительства еще в 10 странах. Кроме того, чтобы поддержать отечественных производителей, казахстанские власти пообещали выделить в ближайшие три года 1 миллиард долларов на льготные кредиты. Напомним, накануне казахстанские депутаты встретились в Минске со своими белорусскими коллегами. На встрече они обсудили развитие экономического сотрудничества между двумя странами. Казахстан сегодня представляет более 800 товаров обрабатывающего сектора в 113 стран мира. Ключевыми рынками избыта для нас является Китайская Народная Республика, страны ЕАЭС, страны Евросоюза, которые в совокупности дают более 65% составляющие нашего экспорта. Экономисты прогнозируют увеличение дохода в бюджет Казахстана. Об этом заявил министр национальной экономики Республики Тимур Сулейменов. В Министерстве национальной экономики рассчитывают, что доходы увеличатся за счет повышения цен на нефть, а также благодаря развитию сельского хозяйства, строительной отрасли и транспорта. По прогнозам, расходы казахстанского бюджета в 2019 году составят около 30 миллиардов долларов. По прогнозам МВФ, в 2018-2019 годах ожидается постепенный рост мировой экономики. Консенсус прогноз цены на нефть мировых финансовых организаций в следующем году – более 66 долларов за баррель. Реальный рост ВВП в 2019 прогнозируется на уровне 3,9%, с последующим ростом до 4,6% в 2023 году. Миллиард рублей. Такую поддержку с начала года получил малый и средний бизнес от крупнейшего банка страны. При этом средства предпринимателям выдают на весьма привлекательных условиях. Кредиты Беларусьбанка представляют на всех стадиях развития бизнеса. Один из выгодных предложений воспользовалась столичная типография. На производстве появился современный печатный станок, а это совсем другие мощности. В любом уголке страны доступны процентные ставки, национальной валюте – от 7% годовых, а на цели инновационной деятельности – всего от 5% годовых. Благодаря этому Беларусьбанк занимает лидирующие позиции в работе с малым и средним бизнесом. Также ради малого и среднего бизнеса более двух лет работает партнерская программа «Мост». Она позволяет рассчитываться с партнерами банка кредитом, у которого практически нулевая процентная ставка. Сегодня в списке партнеров уже более тысяч субъектов. Благодаря малому и среднему предпринимательству создаются сегодня новые рабочие места, сокращается безработица, увеличиваются поступления в бюджет на всех уровнях. Беларусьбанк в одном из ключевых направлений своей стратегии предусмотрел развитие малого и среднего бизнеса. Мы убеждены, что малое и среднее предпринимательство способно повысить эффективность и конкурентоспособность республики. В Минск прибыла делегация парламентариев из Казахстана. Со своими белорусскими коллегами они обсудили укрепление экономического сотрудничества между странами. А обсуждать есть что. Только в первом полугодии товарооборот между Минском и Астаной составил 600 миллионов долларов. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь экспортирует в Казахстан молочные продукты, грузовые автомобили, трактора, мясо, мебель и сахар. На территории Казахстана работают 8 совместных сборочных производств, техники и оборудование. А в Беларуси действуют 45 предприятий с казахстанским капиталом. Объем инвестиций в экономику страны составляет более 6 миллионов долларов. Продукция машиностроительной индустрии, легкой промышленности, мебель из Беларуси пользуется большим спросом среди казахстанских потребителей. Полагаю, что возможности торговли, как вы правильно отметили, этим не исчерпываются. Можно находить все новые пути сотрудничества. Может быть какие-то необходимые взаимные меры государственной поддержки, то есть какие-то определенные преференции для того, чтобы не просто сказать, что давайте будем делать и общие для тех равных условий. Может быть, надо особенно на первом этапе и поддержать где-то для того, чтобы этот ребенок уже, как говорится, самостоятельно встал на ноги и бежал. Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции открыл новое алмазное месторождение корпорации Ялроса в Якутии. Также в режиме телемоста в торжественной церемонии принял участие министр финансов Антон Силуанов. На объекте старт новому промышленному взрыву дали глава республики Якутия и генеральный директор Алроса. Верхнее Муна, северо Якутии. Советские геологи уже давно обнаружили здесь крупные, но сложные в работе залежи алмазов. И только недавно Алроса разработала экономически эффективный способ их добычи. Верхнее Мунское месторождение строили три года. Его производительность – почти 2 миллиона карат алмазов в год. Запасов хватит на 24 года. На месторождении созданы 800 новых рабочих мест. Вывести из теневого оборота финансовые ресурсы и вернуть их в бюджет. Для этого необходимо создать правовую основу для прослеживаемости всех товаров. И только внедрение электронной системы о фискализации налоговых процедур позволит достичь цели. По заказу правительства Международная аудиторская компания при поддержке офиса ПРООН провела оценку готовности законодательства и инфраструктуры Кыргызстана, переходу на электронное и фискальное администрирование, внедрение электронных счетов фактур, электронного патента, применение маркировки товаров, совершенствование применения контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме онлайн. Весь этот комплексный пакет позволит отбелить экономику и вывести из тени многие скрытые от государства средства, учитывая, что Кыргызстан – член крупного интеграционного объединения, такого как Евразийский экономический союз, наравне со странами-участницами интеграции должен принимать дальнейшие меры по проведению гармонизированной политики. И внедрение электронной системы позволит обеспечить полномасштабное сокращение всех элементов теневой экономики страны, обеспечив тем самым увеличение поступления средств в бюджет страны. На сегодня только по официальным данным в тени работает около 40% бизнеса, а это для маленькой страны, как Кыргызстан, большая цифра. Я думаю, вот ваше партнерство окажет нам содействие. Нас интересует короткий путь, короткий, эффективный путь. Самое главное, чтобы результат был в общей нашей деятельности. Всеобъемлющий и прогрессивный договор Транс-Тихоокеанского партнерства вступит в силу 30 декабря. Это стало возможным после того, как соглашение ратифицировала Австралия. Договор объединяет 11 стран Тихоокеанского региона. Ранее в нем также участвовали США. Однако Дональд Трамп вышел из соглашения, объяснив это тем, что оно крайне невыгодно для его страны. В 2017 году оставшиеся страны решили продолжить переговоры без Вашингтона. Завершились они в январе этого года. Потом соглашение ратифицировало Канада, Япония, Мексика, Сингапур и Новая Зеландия. Согласно документу, соглашение вступает в силу через 60 дней после того, как его ратифицируют не менее 50% участников, то есть 6 из 11 стран. И Австралия стала шестой страной, которая утвердила беспошлиную зону на национальном уровне. Министр экономики Японии отметил, что его страна не будет против, если США снова присоединится к соглашению. Остальные 5 стран, которые участвуют в договоре – это Бруней, Чили, Малайзия, Перу и Вьетнам. Я хочу подтвердить, что Австралия завершила все свои внутренние процессы, что позволит нам ратифицировать CPTPP. Хотя США будет достаточно сложно снова присоединиться к TPP, Япония не будет против возвращения США и будет только рада. Предстоящий выход Великобритании из Евросоюза может создать серьезные трудности для тысяч кипрских фермеров, работающих здесь на британских военных базах. Они занимают около 3% территории острова и на них распространяется британский суверенитет. Политики уверяют, что интересы местных жителей ущемлены не будут, но если Лондон и Брюссель не смогут достичь соглашения по Брекситу, то продукция этих фермеров будет облагаться высокими таможенными пошлинами, предусмотренными для производителей вне Евросоюза. Люфтганза намерена инвестировать в авиокомпанию All Italia, но не заодно с итальянским правительством. В немецкой компании заявляют, что не будут участвовать в проекте, если Рим оставит в своей собственности 15% акций перевозчика. Основным инвестором станет национальная железнодорожная компания. О соответствующих планах ранее заявил вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Италии. По его словам, всего будут проданы 85% акций All Italia, в том числе иностранным инвесторам. На реагранизацию авиакомпании требуется до 2 миллиардов евро. О своем банкротстве All Italia заявила в мае прошлого года. Рост экономики еврозоны замедлился и показывает худший результат за последние 4 года, что вызывает обеспокоенность инвесторов. О замедлении экономического развития свидетельствуют данные, представленные Европейским статистическим агентством. Согласно очередному ежеквартальному отчету, суммарный ВВП 19 стран еврозоны с июля по сентябрь увеличился на 0,2%. Это вдвое меньше, чем показатели первых двух кварталов года, и, что особенно важно, хуже опубликованных ранее прогнозов. В сентябре Европейский Центробанк скорректировал прогнозы годового роста экономики еврозоны, снизив его на 0,1% до 2%. Снижение темпов роста экономических показателей объясняют, в частности, замедлением экономики Италии. Согласно последним данным Итальянской национальной службы статистики, ВВП страны за третий квартал года не изменился. Нулевой рост зафиксирован впервые за три года. Это при том, что правительство заявило, что надеется в 2019 году уйти от стагнации и увеличить темпы развития экономики в полтора раза. Согласно обновленным прогнозам, по итогам этого года ВВП Италии ожидается всего 1% прироста. Премьер-министр Италии Джозеппо Канте назвал замедление роста ВВП ожидаемым и объяснил, что именно поэтому правительство, вопреки позиции Брюсселя, добивается увеличенного дефицита бюджета на следующий год. В Риме хотят использовать бюджетные средства для стимулирования итальянской экономики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова